Здравствуйте. Я не буду это читать, потому что ничего нет, в общем, глупее, чем читать литературологическую, в общем, статью. И я ее расскажу, вот в том формате лекции, да, который мне в последнее время привычен. Я обратил внимание неожиданно на то, что два рассказа 60-х годов, как дикой Аксенова и упорный Шукшина, написаны, в общем, на один сюжет. На это никто еще не обращал внимания, потому что вообще этих двух Васильев, которые родились с очень небольшим интервалом трехлетним и практически в один день лета, никто почему-то не сравнивает, кроме Кабакова и Попова, которые написали книжку про Аксенова. И вот там как раз говорится, что если у Аксенова, как правило, все обходится хорошо, он такой романтик, то у Шукшина трагедия. И Кабаков подводит такой итог и объясняет, почему это так. Потому что люди, которые чаще имеют дело с реальностью, а Шукшин имел дело с жизнью довольно грубой, в армии служая, в сельской школе преподавая, и потом еще снимая кино, все-таки это вам не сочинять. Вот такие люди, они, как правило, смотрят на жизнь не то, чтобы трезвее, но мрачнее. И поэтому рассказ Аксенова, он о том, как мужик изобрел вечный двигатель. Рассказ Шукшина о том, как вечный двигатель остановился на веке. Там на самом деле очень много сходств. Интересно, кстати, что общим учеником Аксенова и Шукшина называет себя как раз Евгений Попов. И это лишний раз доказывает не то, чтобы у семи нянек дитя без глазу, но скорее то, что мировоззрение Шукшина и Аксенова в одной голове вместить невозможно. И не случайно невозможно их представить вместе пьющим. Вот с тех пор, как мы посмотрели фильм «Таинственная страсть», а некоторые еще продолжают его героически досматривать, стало ясно, что все шестидесятники – это была такая секта, которая периодически занималась групповым сексом, а в остальное время пила. Но вот, к сожалению, есть два шестидесятника, которых вместе представить никак невозможно. Нельзя представить себе Шукшина, пьющего с Аксенова. И это потому еще, ну, конечно, если бы журнал «Русский пионер» тогда существовал, который всех взаимоисключающих людей собирает в одном зале, и ничего никто не убивает, никого, хотя все друг на друга смотрят с умерзением, чего уж там все свои. Но, тем не менее, вот такого журнала тогда не существовало. Поэтому Аксенов свой рассказ напечатал в юности, а Шукшин в нашем «Современнике», двух абсолютно непресекающихся изданий. В чем там дело? В рассказе Шукшина есть упорный… Обратите внимание, что герой называется неупрямым, а именно упорным, что как-то включает в себя и упоротого, и упертого. В рассказе Шукшина, написанном чуть позже Аксеновского и как бы отвечающем ему, 28-летний мужик, у него родители умерли, он живет с бабкой, прочел книгу про вечный двигатель и решил этот вечный двигатель изобрести. Сначала он понял, что в основе его должно находиться колесо, потому что основа всякого движения – это вращение. А потом он придумал, что если это колесо будет обмотано проводом, и провод этот будет иметь на конце гильку, и гилька эта будет ударять в какую-то там кнопку, а кнопка будет в свое решение вращать колесо, то колесо будет крутиться бесконечно. У него ничего не получилось, естественно. Это ему объяснил сначала сосед-инженер, потом жена инженера, потом добрый учитель физики, что важно из поволжских немцев, бывших ссыльных. Потом он сам решил, наконец, сделать этот двигатель, сломал велосипед под это дело, приварил ось, ремень, гильку, не крутится, ничего не получается. А в конце приделан, видимо, ради публикации, такой жизнеутверждающий хвостик. Герой сидит на берегу реки и думает, надо жениться, надо стать как все, стать человеком, как там сказано, с тяжелым и насмешливым взглядом, который ничего уже не ждет и не хочет. Там очень интересно, ему жена соседа, вот этого инженера, говорит, а вам вообще надо, чтобы оно крутилось? Вот это очень правильно поставленный вопрос. А потом он понимает, что вечное движение есть и так. Вон люди выходят поливать капусту. Над ними встает солнце, кто-то идет на работу, и рассказ заканчивается так, как, конечно, настоящий шукшин не закончил бы его никогда. Хех, люди, милые люди, здравствуйте! В этом «милые люди, здравствуйте» чувствуется такая ненависть, такой ужас, потому что, конечно, стать человеком, плевающим капусту, это не та участь, в которой герой должен бы выйти по шукшину. Шукшин ведь вообще писатель очень злой. Надо сказать, что русская литература, она как-то традиционно избегает злобности. А между тем, это хороший мотор, что, скажем, опыт некоторых присутствующих авторов очень наглядно показывает. Злоба – это такая вещь полезная. И вот это квазипримирение, которое есть в конце, оно, конечно, по-настоящему не шукшинское. Это для него неорганично. Посмотрите, как меняется автопортрет Шукшина в его кино. Сначала это Куравлев живет в таком парне, потом это сам Шукшин в Иване, в печках, в лавочках. Конечно, ироничные, конечно, геткие. Помните знаменитую фразу? Бывало, так весело стало жить, всей деревней бывало с утра. Хочем, водой отливают. И, наконец, это Егор Прокудин, уголовник, которому нет места среди людей, который действительно ненавидит, замечательно умеет. А вот как он говорит, березки, красавица ты моя, ну от этой фальши не может не перекосить. Очень интересно, что на этом фоне рассказ Аксенова совершенно другой. Там герой, который отсидел, он выходец из Рязанской деревни и приезжает под старость лет в эту деревню. Зовут его Павел, как Аксеновского отца. Он, в общем, похож на Аксеновского отца, на этого фанатичного коммуниста, который, в конце концов, восстановился в партии, всех простил. Вот он реабилитированный, приезжает в эту деревню, пытается там наводить какой-то порядок, активничает, меняет соломенную шляпу на картуз, пытается стать своим и, в общем, становится. И тут встречает парня по кличке Дикой, над которым они страшно издевались в детстве. И этот Дикой так и прожил всю жизнь в этой деревне. Некрасивый, сырой, плохо пахнущий избе. Описание, которое почти дословно слизано из Матрёны на двора, с той только разницей, что у Матрёны нету радио, а здесь радио есть. Он сам его собрал, и это единственное, что его связывает с большим миром. А потом он ведет главного героя, этот Дикой, в свой сарай, где у него какая-то бесконечно странная конструкция. Шуршат ремни, дощечка отсчитывает счет, и шестеренки зубчатые все время отступивают. И он спрашивает, когда же ты это запустил, Дикой? Очень давно, Паша. Это что же, вечный двигатель? Кажись, да, шепотом отвечает Дикой, и его капельные глаза, капельные там подчеркнуто, сверкают страшным блеском. И вот на самом деле я не знаю, какой рассказ страшней. Рассказ о том, как вечное колесо русской жизни остановилось, или рассказ о том, как оно крутится вечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.